Сегодня нам необходимо обсудить ряд вопросов, связанных с предстоящими парламентскими выборами, а также рассмотреть готовность местных органов власти к их проведению. Здесь скрывать нечего без власти на местах. Выборы будет провести не то, что трудно, но невозможно. Мы никогда не скрывали это и скрывать не будем. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы выборы прошли на высоком уровне. Их предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством, должны начаться уже в августе. Нам надо предварительно решить все организационные вопросы с тем, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа. Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности. Избирательный кодекс в преддверии выборов не менялся. Существующие правила всем хорошо известны. Надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством. Еще раз хочу подчеркнуть, выборы мы организовываем для своей страны, для Беларуси. Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и других представителей других стран, но, тем не менее, помнить надо главное. Выборы – это белорусские. Залог успеха – слаженная командная работа с высокой личной ответственностью каждого. Из вас и тех, кто будет работать в комиссиях снизу доверху, ответственность за порученные дела. Несмотря на то, что основная организационная нагрузка при подготовке мероприятия ляжет на Центральную комиссию по выборам проведения республиканских референдумов, вы должны обеспечить взаимодействие всех участников избирательного процесса. Дирижерами в этом многогранном оркестре, многоголосном, будут местные органы власти. Местной власти предстоит сформировать избирательные комиссии. Сделать это в соответствии с законодательством, демократично, открыто, с широким участием конструктивных общественных организаций, которые составляют основу нашего гражданского общества. Вольшинство раз подчеркиваю, что выборы – это экзамен для действующей власти, в первую очередь на местном уровне. Именно на исполнительной вертикали особая ответственность за политические и экономические процессы в регионах в период электоральной кампании. Ставьте задачи, мобилизуйте людей, не откладывая решения вопросов на потом, на осень. Надо делать все сейчас. Хорошо, что эта работа началась и активизирована после большого разговора у президента. Надо продолжить эту работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!